Всем привет! Сегодня готовим баклажановые рулетики. У меня баклажаны очищены уже, промытые. Нарезаем длинными ломтиками. Дальше в подсоленную воду кладем эти баклажаны, чтобы ушла вся горечь. Оставляем где-то на 15 минут. Зелень у меня где-то 100 грамм. Зелень кинза. Вы можете взять меньше. У меня здесь 200 грамм орехов на 5 баклажан получается. Буду пропускать, ну, измельчать блендеры. Смотрим, чтобы не было перегородки. Смотрите, измельчила я орехи. Порезала, значит, нарезала зелень кинзу. Теперь мне надо сделать 3 начинки. Вообще я делаю одну, но хочу вам показать, как можно сделать из них 3 начинки. Зелень делим пополам. Сюда добавляем орешки. Еще зелень. Вот так вот. А это будет отдельная начинка. Остальное добавляется, ну, практически все то же самое в каждую. Значит, чеснок добавляем в каждую. Чеснок, кто сколько хочет по желанию. Я добавляю где-то 2-3 зубчика. Там, где орехи, чуть больше чеснока, потому что орехи любят чеснок. Туда еще добавлю. Теперь в каждую добавляем хмели суны. Чуть-чуть хмели-сунели, 1 чайная ложка. Черный перец молотый. Чуть-чуть соли. Соли немного, потому что майонез тоже соленый. Слегка. Щепотку. Дальше все смешиваем. Кто любит много чеснока, можете больше добавить. Я, получается, маленькие зубчики были. Это 3-4 зубчика в каждой получились приблизительно. Теперь майонез. Еще чуть-чуть. Аромат очень приятный. Зелень, хмели-сунели, чеснок. Можно еще намочить. Все хорошенько перемешиваем. Вот, у нас одна начинка готова. Теперь вторая. Так, майонезочка мало. Так. А. Поехали. А. А. Вот. А. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И если нет орешков, можно просто и зелень сделать с чесноком, хмели-сунели, майонез. А здесь можно просто орешки. Кто не любит зелень, можно просто орешки сделать. То же самое. Приправы тоже самые. Хмели-сунели, майонез, черный перец, слегка соль. Вот, получается три начинки. А можно все три сделать. На праздничном столе очень смотрится красиво и очень-очень-очень вкусно. Теперь сливаем эту воду соленую. Вот, вся горечь ушла. Промываем баклажаны хорошенечко. Продолжение следует... Пусть немножко стечет вода. Дальше будем вот так вот отжимать, чтобы не было лишней жидкости. Собираем в ряд, чтобы не испортить форму. И отжимаем. Все, дальше будем обжаривать. Слегка еще высушим на бумаге. Если не высушивать, брызгается, сильно взрывается в масле. Теперь можно слегка посолить. Не сильно можно и не солить вообще. Потому что соль, как бы не снималась, там все равно слегка остается. Наливаю подсолнечное масло. И обжариваю баклажаны. Все, пускай обжаривается. Обжаренные баклажаны собираем на салфеточку, чтобы питалось, нет, жир весь, чтобы питался салфеточку. Собираем все на салфеточку. Пока обжариваются баклажаны, начинку положила я в холодильник. Чтобы все вкусы смешались. Обжариваю последнюю партию. Здесь у меня обжаренные. Разложила много салфеток, чтобы весь жир впитался. Дальше смазываем наши ломтики, обжаренные начинкой. И сворачиваем. Сворачиваю я сначала посередине, потом вот еще разок. Получается такой прямоугольный рулетик. Так удобнее кушать и заворачивать. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. первую начинку я закончила дальше день у меня просто ореховая начинка так начиняем все оставшиеся начинку все показывать не буду чтобы сильно длинный ролик не делать вы на свое усмотрение выберите себе любую какой вам больше понравится вот такая вот у нас красота получается украшение любого стола и очень вкусно и очень красиво можно украсить зеленью и орешками но у меня все надеюсь вам все понравилось подписывайтесь пока пока